Задача на колебаниях грузов на упругой балке Две массы за дны в килограммах Неподвижная опора шарнирная Вертикальный стержнёк, подвижная опора И ещё один вертикальный стержнёк, поддерживающий Ну все размеры у меня, кстати, в сантиметрах Будьте внимательны, потом придётся переводить в метры И ваша задача тоже будет в сантиметрах Ну, жёсткость ньютон-метр квадратный тысяча Ну это взял так, грубо говоря, от фонаря Значит, Е это в мегапаскалях Ну для стали это 2 на 10 пятый в мегапаскалях Мега, это миллион, да? А момент инерции, ну это считается в метрах в четвёртых Сантиметрах в четвёртых Ну в таблицах обычно сантиметрах в четвёртых Значит, всё это задано Надо найти частоты колебаний Ну и предполагается, конечно, что грузы будут двигаться по вертикали Горизонтальных колебаний мы пренебрегаем Более того, считается, что грузы – это точки А следовательно, у них нет ещё крутильных колебаний По-хорошему там и крутильные колебания, и горизонтальные колебания Но мы абстрагируемся, моделируем задачу Только на вертикальные колебания Ну что будем делать? Будем решать задачу с помощью составления характеристического уравнения Уравнение движения надо вывести Ну, как всегда, мы обращаемся к уровню Лагранжа второго рода Как оно выглядит? Значит, у нас, если запишем уравнение движения каждой точки Ну, это фактически только МХ1 Нет, давайте по вертикали У, да? МУ1 с двумя точками равняется там какие-то силы М, а что мы? Давайте запишем М1 на У1 с двумя точками Плюс какие-то силы А силы возникают Ну, пока непонятные Пока непонятные Но некие силы там Ф1, да? Равняется нулю Но, так как у нас балка упругая То она, эта сила будет линейно зависеть от обобщенных координат Но обобщенные координаты, естественно, брать вот эти вот перемещения То есть обобщенные координаты У1, У2 Это, значит, М2 Получается У2 с двумя точками Плюс какая-то Ф2 Равняется нулю Но если расшифровать Ф1 и Ф2 То, конечно, учитывая, что они линейно зависят от Игреков То это будет типа там С1, У1 Давайте С1, 1, да? Плюс С1, 2 на У2 И здесь тоже С2, 1 Но это потом мы догадаемся, что симметрия будет На У1 И плюс С2, 2 на У2 Здесь все очень хорошо Но вот эти вот коэффициенты трудно находятся Значит, все вместе С на У это сила Это сила А вот У это перемещение Вот, а у нас как раз по формуле Макс Ламора Ищется наоборот перемещение Помните, как у нас сила Давайте, как у нас там сила Ф, сила Равняется С на У А как найти отсюда У? А У равняется Ф поделить на С Но здесь у нас С задано матричным образом Поэтому мы просто умножим Вот эту матричную форму этого уравнения На обратную матрицу Вот к этим С, С1, С2 К этой матрице А вот обратная матрица к этим С Которая выражает перемещение Через вот эти вот коэффициенты Это у нас как раз Вычитывается по формуле Макс Ламора Значит, она так вычитывается Значит, это будет матрица С-1 Иметь вид Иметь вид Вот, это будет Дельта 1,1 Дельта 1,2 Это коэффициенты Дельта 2,1 И дельта 2,2 Это коэффициенты Найдены по формуле Макс Ламора Ну, я запишу в общем виде Дельта И житая Дельта И житая Равняется Интеграл От 0 до L По длине балки По длине балки От МИТ На МЖТ Поделить на ЕЖ Ну, ЕЖ у нас постоянно Можно, в принципе, за знак интеграл вывести По длине Если у нас по вертикали Y То пускай по Х По Х или по ДЛ Вот То есть вот мы берем И записываем Вот такой интеграл Но вы понимаете, что такое М1М И тет М Это эпюры моментов От действий дничных сил По направлению соответствующих Искомых перемещений Вот фактически Вот это все Перемещение Помните, как я сказал обратное Это сила Коэффициент перемещения Следное перемещение Это обратное к этой матрице Но вот обратное Как раз Это формула Формула Макс Ламора Еще говорят интеграл Мора Изначально, конечно, формулу-то придумал Макс Ламора Мор только подхватил чуть попозже Развил, использовал А по датам Явно Джеймс Максвелл первый придумал Кстати, ему все им так не везло Вот есть такая диаграмма Максвелла-Кремоне Мы не с вами проходили Максвелла-Кремоне Тоже Максвелл придумал А итальянец Кремона Воспользовался На самом деле Они, по-моему, независимо находили Ну ладно, я отвлекся Вернемся Дельтам Значит, нам нужно Найти эти коэффициенты А дальше просто умножить матрицу А Давайте запишем в матричной форме Вот так А На Ну, вектор Y я запишу Вот так вот вектор на Y Матрицу я просто запишу А можно сделать пожирнее Или квадратиком А никак не буду Плюс Здесь двумя точками Эх, две точки поставить надо Плюс Некая матрица Вот эта вот С С Равняется нулю Дальше Матрица А Очевидна По-моему, здесь очевидна Это будет матрица Диагональная М1 Нолик Нолик М2 Вот это понятно, откуда матрица берется, да? Вот она М1 Здесь нолик М2 Здесь Наоборот Нолик А здесь М2 Вот Это матрица Дальше Домножаем Вот на эту вещь И получаем А, спасибо, Y забыл Y, да Значит, у нас линейно зависит от этого Y Да Спасибо Вовремя CY Теперь мы домножаем На матрицу обратную C минус 1 И получаем Некую матрицу B А дальше Да, еще сделаем Знаете, какой хитрый ход Совершенно очевидно Что вектор Y С двумя точками Это Будет Минус Ну, как на частоту Омега квадрат Да Минус Омега квадрат Омега квадрат На Y Вектор Если мы представим Все эти колебания В виде Y В виде Некой Амплитуды Но неважно Какая Пускай АКТ На синус Омега Т Вот если мы так Представим То Вторая производная Это все равно Что сам вектор Просто умножить Омега квадрат С минусом Понятно, да? При дифференцировании Следовательно Можем сразу же Воткнуть сюда Минус Омега квадрат Значит, получается Минус Минус B На Омега Квадрат Плюс А здесь просто Нет, еще Y Еще Y вектор И плюс Ну, здесь С на С минус 1 Единичная Просто Y Да? Y Равняется 0 Вот Ну, теперь мы Понимаем, что Нужно приравнять Определитель Матрицы Такого вида Значит, я Записываю сразу Вид этой матрицы Определитель Который даст нам Характеристическое Уравнение Частотное уравнение Значит, как мы Должны умножить Откуда? Слева, справа Значит, вот эта У нас матрица Да? Была А Мы с этой стороны Домножали На дельта 1,1 То есть мы Вот эту матрицу Умножаем на эту Получается Дельта 1,1 На М1 Правильно, да? Вот так умножаю Дельта 1,2 У меня не будет Да? Вот так Ноль Затем Следующий элемент Как здесь получается Вот это Дельта 2,1 На М1 Да, правильно Что там сложного Дельта 1,2 На М2 Проверите Правильно умножаю Вот эту матрицу На эту, да? И здесь Дельта 2,2 Тоже на М2 Сейчас где-то Омегу надо Квадрат сделать еще Здесь Вот это все На минус Омега квадрат И добавить единицу А можно, чтобы Знаете, было проще Я дам Ну, Омега квадрат Придется здесь Так и так делать Я сейчас красненьким цветом Для надежности То есть все умножается На мега квадрат Омега квадрат Омега квадрат Омега в квадрате Омега в квадрате А потом единица Отнимается Только по дегонали Конечно, да? Из же единичной матрицы Единичная Это у нас по единичке Минус 1 Минус 1 Минус 1 И вот этот Определитель этой матрицы Проравниваю 0 Ну, как это будет Как это будет выглядеть Ну, это уже дело техники, конечно Дельта 1 1 Я, знаете, не буду раскрывать Там, конечно, будет омега в четвертой Это просто М1 На омега в квадрате Минус единица Вот это вот На дельта 2 2 М2 Омега в квадрате Минус единица А это Очевидно Будет одни совпадать Вы понимаете, что Дельта 1 1 Дельта 2 1 и дельта 1 2 Совпадает Потому что Коммутативное Есть произведение И равняется Это Дельта 2 Или 1 2 Неважно М1 Нет, не так Зачем скобку-то поставил Скобку не нужно Дельта 1 2 В квадрате М1 М2 И омега В четвертой Вот, собственно Я не буду сейчас раскрывать Там получается Омега в четвертой На какой-то коэффициент Омега в квадрате На какой-то коэффициент И что-то еще Равняется нулю Вот Получается уравнение Для частот Собственно, задача решена Но теперь надо Практически это выполнить Я должен Вам показать Как эти коэффициенты Находятся Приметно в нашем случае То есть на этом этапе Понятно, да? Более-менее То есть схема действия Мы должны Построить эпюры моментов Перемножить Получить дельты А когда мы знаем дельты Считай сдачу решил Просто подставил Даже за мной Эти преобразования Повторять не надо Просто выписал Это уравнение Подставил Массы подставил Дельты подставил Би-квадратное уравнение Получил Решил его Излег корень Получил Начинаем строить эпюры Значит, первое эпюры Эпюры от действия Единичной силы Приложены вот в этом месте Кстати, неважно куда Вверх или вниз Может быть вверх Можно вниз Допустим Вниз Приложил единичную силу А здесь ничего не приложено То есть балка свободная От груза Кроме как вот в этом месте Мы можем Не решая задачи Уже сразу кое-что понять Значит, если вот этот кусочек Будет свободен От нагрузок То очевидно Здесь будет Реакция опоры равна нулю Да? Составляя сумму моментов Относительной точки Увидим, что здесь Реакция будет равна нулю Значит, эта нагрузка Отсутствует Стало быть Здесь эпюра будет Точно нулевая Точно нулевая Значит, у нас фактически Получается Сдача упрощенная Это вот такая консолька Здесь почти в конце Приложена силу Вот мы сейчас и нарисуем Вот эту вот консольку Вот я даже рисовать не собираюсь Вот такая консолька Вот здесь вот у нас Шарнир Не загруженный Здесь реакция опоры Какая-то возникнет Здесь тоже какая-то реакция опоры возникнет Сейчас, кстати, мы выясним, что даже искать-то не придется Иногда приходится искать реакцию опоры Но сейчас нам, скорее всего, не потребуется И вот в этом месте Вот там, где 20 и 15 Где 35, да? Прикладываем единичную силу Обратите внимание Что эта сила не один ньютон И не килоньютон Это один безразмерная величина Это единичная сила Поэтому сейчас будем строить опоры моментов И как не верить Сказать своим ушам Моменты будут в сантиметрах Потому что надо сантиметр на килограмм А килограммов нету Значит, получается Опоры моментов будет в сантиметрах Кто послушает, скажет, что с ума сошли Но у нас это специально Это не просто Это опоры специальные для формулы Максвелла Морра Ну, как строить опоры? Какие тут моменты? Ну, во-первых, когда мы так вот приложим Как вы думаете, где будет сжатое волокно? Сжатое волокно? Снизу или сверху? Снизу, да? Стало быть, опоры будут где-то снизу Затем Если здесь расстояние 15 А сила 1 Здесь какой будет момент? 15 будет 15 будет А здесь будет 0 Потому что надо в эту точку проходит Значит, у нас получается Эпёра вот такая Я прямо снизу рисую эпёру По точкам Мы пользуемся тем Случаем Что у нас линейное эпёра Значит, в этом месте А давайте, чтобы красиво было Я эпёру буду делать синеньким цветом Вот здесь я 15 А может, знаете, даже в масштабе могу отложить 15 это многовато Наверное, давайте 7,5 отложу 7,5 Вот так вот Вот Это ординаты наши эпёры Вот в этом месте А здесь у нас 0 Следующий у нас будет линейный Там ничего другого не придумаешь Можно даже застриховать При желании Хотя это не обязательно Дальше Как здесь строить? Ну, здесь точно 0 Здесь нету заделки Здесь шарнир идеальный Здесь 0 Система линейная Здесь внутри ничего нету Никаких торгозок Здесь 15 Напишем 15 Стало быть, нам просто остается соединить Вот только я здесь ошибся Я слишком далеко провел, да? Сейчас сотру Ведь нам нужно строить Этой пюро От этой точки, да? А я до самого конца довел, да? Исправляюсь Смотрите, да? 15 Оставляю Вот в этом месте у нас Вот в этом месте А здесь у нас свободная Нагрузка Вот Здесь свободная Вот 15 А здесь 20 Здесь подлиннее 20 Вот Значит, получается Так Так А здесь Нолик, 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 нолик Кому очень хочется Можете этот нолик протянуть сюда И получить вот такую эпюру Вот Вот синим цветом я Выделил эпюру М1 Ну, чтобы М1 масса маленькая И эпюра не путалась Хотя обычно пишет именно маленькая Я напишу здесь большой буквой Эпюра М1 Вот эпюра М1 будет Вот она Обычно кружочками обводится Вот ее Что называется Огибающей Вот так 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 И здесь пошла до нуля Ну что Строим вторую эпюру Вторую эпюру Надо здесь теперь единичную приложить Тоже вниз А здесь ничего не прикладывать Ну, здесь Радует только то, что Эта нагрузка будет в центре Представьте себе Здесь опора И здесь опора И в точности посередине Действует единичка Как вы думаете Чему будет равна реакция опоры Вот в этом месте Половинка 0,5 Если 0,5 А мы сейчас это нарисуем Нарисуем Здесь и рисуем черным цветом Да? Рисуем А потом внизу будет эпюра Начало мы Нагрузки Изобразим Вот Так Вот в этом месте Мы снесем шарнир Вот в этом шарнир Здесь шарнир Вот здесь шарнир будет Так Здесь Единичная сила Здесь 0,5 0,5 Здесь тоже, конечно, будет 0,5 Но только мы отделим 0,5 Который действует на правую часть балки Так что здесь небольшой промежуточек Это вот левая часть А это правая Потому что закон действия и противодействия Никто не отменял 0,5 Сюда будет 0,5 Но вниз, да? Помните, когда Реакции рисуются в разные стороны, да? Ну, вот здесь мы построить И можем запросто Вот если Балка Сгибается Вот Прогибается вниз Сжатое волокно Где будет? Сверху или снизу? Сверху Дальше 0,5 имеется Здесь расстояние 25 Сила на плечо Сколько в этом месте будет момент? 12,5 Сверху Вот мы начинаем строить эпюро Моментов Но, как мы договорились Чуть пониже Нарисуем это эпюро Чуть пониже И синим цветом Значит, вот в этом месте Мы точно знаем Что 12,5 Помните, в масштабе Там это будет В масштабе это будет Как-то там И 7,5 делал, да? 7,5 Ну, почти что здесь, да? А там 12 С половиной Значение Значит, я где-то Вот 6 сантиметров Здесь отложу А нет, не тем Синим цветом Синим Значит, это у нас Здесь нолик Здесь 12,5 Следовательно Здесь будет Такой треугольничек Сверху Все логично Итак 12,5 Но, учитывая Что здесь у нас шарнир В шарнире никогда Не бывает моментов Здесь будет тоже ноль Вот такая эпюро Получается Ну, это только половина, да? Эпюро Но здесь имеется еще 0,5 Но 0,5 хитрое 0,5 здесь действует А здесь у нас имеется Опора Где какая-то реакция возникает Я ее искать-то не буду Почему? Потому что, если мы видим Что здесь действует 0,5 А расстояние здесь Сколько? 30, да? То вот в этом месте Чему будет равняться Чему равняется момент? 0,5 на 30 То есть 15 А вот куда? Вверх или вниз Надо сообразить Где сжатое волокно? Ну, если мы силой надавим Это как консоль И загнется Сжатое волокно будет снизу Вот в этом месте Вот в этом месте Под этой опорой Будет 15 Кстати, если вы делали В правильном масштабе То эти прямые Будут на одной Эти отрески На одной прямой Потому что излом возникает Там, где действует Внешняя Соцареоточная сила Здесь внешнего Ничего не действует Поэтому по одной прямой будет И здесь будет равно 15, да? 15 Но дальше остался Сущий пустяк Здесь 0 Здесь 15 Соединяем прямой Вот Конечно Обычно В таких задачах Строят еще и Перерезающих сил Но нам они Даром не нужны Но в действительности Это, конечно, нужна Я там сказал Формула Макса Ламора Где дельта равняется Продвижение моментов И так далее, да? А в действительности Я тайком Отбросил Те с лагами Которые содержат Еще Q Перерезающие силы Просто они маленькие И те, которые содержат N На растяжении Они тоже маленькие То есть Формула для перемещения Через моменты Помните Это приближенная формула Особенно уповать Не надо, что это точная формула Но дело в том, что N там Точно можно отбросить N нету А вот перерезающие силы есть Хотя они маленькие Но есть И заполагаем Будет маленькая Ладно Итак, это пюро М2 То есть Ползадачи мы сделали То есть Первый этап У нас готов Осталось теперь По этим и пюром Получить коэффициенты Дельта 1,1 И так далее Определяем коэффициенты Дельта 1,1 В общем, всю эту матрицу Начнем С Дельта 1,1 Ну, единицы на Е Я напишу Ежи А здесь я буду сразу же писать По правилу Верещагина Фактически Это вот эта штука В квадрате Да Да, еще договоримся Что я ординаты Буду красным цветом выделять У меня в других лекциях Так и делал Ну, для наглядности Площадь Умножаем на ординату Ну, этот треугольник Конечно Разбить надо на две части Вот этот треугольник Длиной 20 И высотой 15 А здесь 15 на 20 Начнем Вот этот треугольник Значит, это 1,2 Как непонятно, сразу же спрашивайте На 20 Основание На высоту Площадь Теперь красным цветом Ординату Под его собственным Центром тяжести То есть вот в этом месте Ну, это есть Это будет 2,3 от 15 Умножаем на 2,3 от 15 Вот С этим разобрались Плюс Плюс Кстати, дельта 1,1 Как, впрочем, дельта 2,2 Всегда будет с плюсом Вся положительная Как всякие квадраты Плюс Здесь тоже 1,2 1,2 Здесь уже 15 На 15 Кстати, не спешите в таких вещах Перемножать и получать числа Лучше записать А потом вбить в калькулятор И просчитать до конца И умножаем на ординату Ордината будет то же самое Вот в этом месте Вот В этом месте Опять 2,3 от 15 Опять 2,3 От 15 Вот Вычисляем И получается На E,G У меня здесь уже все вычислено Поэтому я Осталось только подставить Значит, это будет 26,25 26,25 Все Вот такое число получается Ну что Давайте сначала с простыми вещей Дельта 2,2 Дельта 2,2 Простая Дельта 1,2 Посложнее Когда разойдемся Тогда посложнее Дельта 2,2 Единицы на E,G На E,G То есть вот эту штуку В квадрат возводим Ну опять начнем с того конца Тем более у нас это уже было Тут есть надо подписать Иначе потом можем Не те размеры поставить Здесь 15 А вот здесь кажется 30 будет Смотрите Сразу же 30 ставлю 30 Здесь у нас по 25 Две одинаковых Поэтому просто умножим на 2 То есть я вот эту вот введу в квадрат И умножим на 2 Потому что они одинаковые А эти надо записать аккуратно Итак Все очень похоже Одна вторая На 20 На 15 На 2 третьих от 15 На 2 третьих от 15 Все пока совпадает Квадраты они себя проще считаются Плюс Опять Одна вторая На 30 На 15 Это уже площадь Вот эта 30 На 15 Этого треугольника И тоже 2 третьих от 15 2 третьих от 15 Пока все очень просто Потом плюс Лучше знаете так Как-то выделять Отдельные участки Как-то с новой строчки Плюс удвоенные Квадраты Потому что они одинаковые А это 25 На 12 с половиной И на 1 вторую Это все площадь Это все площадь Две штуки таких площадей Да Умножим на На Опять 2 третьих Здесь уже высота 12 с половиной Ну вот Равняется На Е Ж У меня получилось Дельта 2 2 Ну здесь Дробный получился 63 54 63 54 И 17 Ну там Так достаточно Да Кстати Вы скажете А в каких единицах Это все сантиметр в кубе Вы понимаете Что сантиметр в кубе Да Значит все наши Эпюры в сантиметрах Мы умножаем площадь одной Сантиметр квадратный На ординату другой Сантиметр Значит получается Все это сантиметр в кубе Поэтому Потом надо еще умножать На 10 Минус 6 Да Сантиметр Переводить в метры Но это чуть попозже Дельта 1 2 Будет самое сложное Отступлю Дельта 1 2 Равняется Единиц на ежи Скобка Ну здесь смотрите Здесь тонкость одна Вот в этом месте В этом месте Придется мне Вычислить ординату Вот в этом месте Вот эту ординату Очевидно Она будет 7 с половиной Потому что она посередине Да 15 15 И умножать Придется Смотрите Вот эту трапецию Давайте я как-нибудь Выделю Особенным образом Придется умножать Вот эту трапецию Трапецию Вот на этот треугольник И этот треугольник На этот треугольник А здесь Слава Богу Ничего умножать не надо От ни нули Начнем с простого Вот отсюда Это у нас уже было Кстати Повторим Повторение матьючения 1 2 20 Основание на 15 Площадь Мы берем площадь вот этого На ординату вот этого 2 3 2 3 Ординату красным 2 3 От 15 То есть умножили Вот на эту ординату Вот 2 3 От 15 Ну и теперь беремся Умножать трапецию На треугольник Трапецию Предварительно Разбиваю Диагональю На две части Но можно по-разному Я например Одно обом Вот так вот разбил Вы понимаете Что это одно и то же Верхний и нижний треугольник Итак Беру площадь Вот отсюда Беру ординату Отсюда и отсюда В скобках ставлю Не так что долго Кстати все со знаком плюс Нигде у нас С минусом не возникает Плюс Итак Одна вторая площадь Беру отсюда Вы может быть Видите Не совсем последовательно Беру площадь То отсюда То отсюда Но когда Линейные и пюры То это совершенно все равно Одна Вторая Площадь оттуда 15 на 15 Да 15 на 15 Умножается А здесь я скобочку Открою Потому что У этого треугольника Ордината Центра тяжести Сюда надо сместить Центр тяжести Сюда Значит сюда Вот в этом месте То есть левее А там три варианта Посередине Одна вторая Левее У нас по этой картинке Это будет Одна треть Либо две треть Мы сейчас смотрим Здесь вот В верхнем треугольнике Будет одна треть От семь с половиной Одна треть От семь с половиной То есть Вот эту вот шучку Я посчитал Вот семь с половиной Вот одна треть И плюс две третьих Вот пятнадцати И плюс две третьих Вот пятнадцати Ну кому не нравятся Правила верещагина Ради бога Вбейте В мэппл Там линейные функции Ну вы понимаете Будете долго Писать уравнения Этих Прямых Ну не то чтобы долго Но все таки Это какие-то навыки Надо иметь Вот Ну и скобка Закрывается Если посчитать На е Ж Это получается Двадцать девять Ноль шесть С четвертью Двадцать девять Ноль шесть Двадцать пять Теперь мы Это аккуратно Все переведем В метры И ньютоны Значит смотрите Что получается Если мы Ну хотя бы здесь вот Надо поделить на тысячу Что на тысячу Смотрите Сантиметр Сантиметр Это Метр На десять Минус второй Да А у нас здесь в кубе На десять минус шестой Ага Десять минус шестой Да еще ежи поставим Десять минус третий Давайте Ежи у нас тысяча По условию Где-то там написано Было тысяча Да Если мы поделим на тысячу Это будет два и шесть Да Десять минус шестой В общем если поделить То получается Дельта Один один Уже В тех единицах Которые мы подставим В уравнение Я забыл сказать Что здесь мы уравнение Записали уже полностью Да Значит получается Ну в общем-то Как мы догадались Два И шесть Двадцать пять На десять Минус шестой Ну вот действительно Вот здесь мы нажили Получилось Два и шесть И здесь В третьем Здесь минус шестой И чего это будет Метры Деленные на ньютоны Ну собственно Размерность Надо тоже Иметь ввиду То что у нас В конце концов Получается Частота Радиан на секунду Если все сделаем правильно Дельта Два Два Значит получается Шесть тридцать пять Шесть тридцать пять На десять Минус шестой Ну кстати С этими Минус шестыми Удобнее Вот здесь вот Разобраться Подставить Здесь вот Выскакивает здесь А здесь не выскакивает Здесь минус шестых Тоже Метр на ньютоны И дельта Один два У нас получается Два Девять Ну я приблизительно Говорю там Округляю На десять Минус шестой Метр на ньютон Ну все Подставил сюда Массы Дельты Я это Опускаю все эти выкладки Довольники простые Получается Две частоты Омега Один Омега один Получается Сто Восемнадцать Сто Восемнадцать Ну я округляю там Сотые отбрасываю Секунды в минус первый Или радиан на секунду Омега два Ну не знаю Большая частота Или маленькая Четыреста 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 Секунды в минус первый Все Сдача решена Нашли две частоты Нашли две частоты Ну вот это Последнее уравнение Конечно Какой-то вопрос? Нет Нет Нашли Весел Секунду Спасибо.